Методы read и write в классах inputStream и outputStream универсальны, но слишком низкоуровневы и поэтому не очень-то удобны. Чтобы записать в поток какие-то структурированные, типизированные данные, например, строки, числа, объекты, нам придется изрядно попотеть, чтобы сначала преобразовать это все в массив байтов. К счастью, разработчики Java это учли и придумали такую штуку. Один стрим может быть завернут в другой. Внутренний стрим занимается реальным вводом-выводом, а внешний его декорирует, добавляет какую-то полезную функциональность. Например, класс dataOutputStream оборачивает любой другой произвольный outputStream и добавляет к низкоуровневым методам write удобные методы для записи всех примитивных типов в Java, а также метод writeUtf для записи строк. Внутри, разумеется, эти значения преобразуются в байты и выводятся в тот самый обернутый outputStream. Также есть класс dataInputStream, который оборачивает другой произвольный inputStream и предоставляет методы для чтения всех примитивных типов и строк. Связка dataInputStream и dataOutputStream позволяет удобно обмениваться примитивными значениями и строками между двумя программами. И еще один интересный пример. Класс deflatorOutputStream реализует сжатие записываемых данных по алгоритму deflate на лету. Асимметричный ему inflatorInputStream по ходу чтения распаковывает данные, сжатые этим алгоритмом. Обернув обычные стримы в inflator и deflator, мы можем абсолютно прозрачно для всего кода программы поддержать сжатие данных. Здесь уместно будет добавить, что закрытие внешнего стрима закрывает также и вложенные в него стримы. Поэтому достаточно одного вызова close на самом верхнем внешнем стриме.